Теперь не только физические лица могут не уведомлять налоговые органы о налоговых льготах, но и все налогоплательщики. То есть это и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Изменения в земельном налоге рассмотрели депутаты Саровской думы. Из-за пандемии заседание прошло в закрытом режиме. Принятое решение журналистам прокомментировал председатель думы. Например, рассмотрели вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Александру Петровичу Федотову, старейшему сотруднику Российского федерального ядерного центра Александру Петровичу в этом году исполнилось 90 лет. Стаж его работы 72 года на предприятии внеф, и он продолжает трудиться и по сей день. Решение вынесли на заседание думы 28 октября. Еще один вопрос касался создания Второй молодежной палаты при городской думе. Народные избранники уточнили технические моменты и познакомились со списком тех, кто прошел отбор в эту палату. Подвели черту конкурсному отбору в саму молодежную палату. Определили 15 человек, кого мы будем рекомендовать думе за сегодняшним заседанием к утверждению в состав молодежной палаты при городской думе. И список резервистов. Журналист нашего канала, ведущая программы «Пешковым по Сарову» Анна Пилипец также вошла в состав молодежной палаты. Мы поздравляем Анну и желаем ей дальнейших творческих успехов. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.